Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 11 июля и я начинаю посев летний посев эустомы. Вот у меня 2 контейнера, по 3 таблетки в каждом контейнере. Но таблеток дома не оказалось, поэтому всего по 3 таблеточки. Таблетки у меня диаметр 24, вот я их уже залила. Я их сейчас буду делить пополам. Залила я их раствором агата. У меня водичка такая слегка желтая. Агат. Да, и хочу сказать сразу по агату. В этом году агат партия пришла действительно с жидким агатом. Вот видно, наверное, что здесь совсем жидкость. А здесь вот такая прям очень жиденькая паста. Мне, конечно, не очень нравится такой агат. Консистенция его действует. Он точно так же. Единственное, что очень сложно четкую дозировку вымереть. Ну, если мы немного больше агата добавили в воду, ничего страшного в этом нет. Ну, и для тех, кто меня смотрит впервые, я хочу сказать, что не первый год я уже выращиваю части устомы сею как раз летом. Это июль-август. До конца августа можно сеять. И, на мой взгляд, это очень удачный посев не только для уральцев, но и для тех регионов, которые более южные у нас. Для Краснотарского, мне кажется, края, для Крыма. Вот подойдет, наверное, такой как раз летний посев. Больше. Почему? Потому что сейчас посеяв эустому, нам не нужно будет ее досвечивать. Вот я сейчас посею ее и сразу выставляю на балкон, на солнечную сторону, на восточную сторону у нас балкон выходит. Накрываю вот эти контейнера крышечками и, в общем-то, жду, когда она взойдет. После того, как она взошла, я ее также оставляю на балконе без какой-либо досветки. Эустома развивается очень хорошо, достаточно быстро. Она довольно-таки крепкая получается, эта эустома. И уже, если у нас в феврале, в марте солнечные дни, достаточно будет солнечных дней, то эустома в марте, где-то ближе к концу марта, она уже зацветает. Ну, а в южных регионах, я думаю, в феврале уже, конечно, солнечно. Поэтому, на мой взгляд, вот этот летний посев очень для южан подходит. И хотела бы почитать комментарии, если кто-то уже с южных регионов сеял так же эустому в летний период, как я, хотела бы почитать комментарии, когда, в какое время она у них зацветает. Сегодня я буду сеять четыре сорта эустомы, но сейчас пока вот шесть таблеток у меня. Я их сейчас разрежу пополам, они уже разбухли. И вечером еще с работы принесу таблеточки и еще посею. Посею я флорида эустому. Тут, так, тут, наверное, не смесь. Тут не смесь, да, это голубая. Потому что, вот то, что, когда вы смотрите на пакете, то, что у нас, какой цвет в кружке, вот в этом вот, вот этот цвет и нафасован. То есть, здесь у нас будет голубая получается эустома. здесь не вижу пять или шесть штучек, в очках даже не вижу. И на что хочу обратить ваше внимание. Вот посмотрите, сейчас у нас идет новая маркировка. И об этом я уже в прошлом году говорила. На пакетах идет новая маркировка. Год урожая 2017, дата упаковки 23, 10, 18. Если вы встречаете такие пакетики с маркировкой урожая 2017 года, можете смело брать эту эустому. У эустомы очень хорошая схожесть на протяжении пяти лет. И как-то даже у меня был однажды посев семян эустомы просроченный. Уже прошло шесть лет с момента того, как были собраны семена. и она у меня отлично взошла. За исключением по-моему одного или двух семян. 10 штучек я сеяла и по-моему одно или два семечка всего не взошло. Поэтому не опасайтесь, если вы увидели эустому год урожая 2017, она прекрасно взойдет. Самое главное сделать все очень правильно. Две эустомы я посею низкорослые. флорида 25 сантиметров высота и сапфир махровая белая. Это еще ниже. Это 15 сантиметров. Это горшечные эустомы. Я хочу их выращивать в небольших горшочках. в каких небольших? Где-то двухлитровые, полуторалитровые. Вот такие вот горшочки для такой эустомы подойдут. И я их хочу выращивать дома. Попробую выращивать круглый год. У нас не очень получается круглый год выращивать эустомы, так как недостаточно солнечных лучей. И вот если вы хотите эустому выращивать как комнатное растение, нужно конечно помнить, что если у вас окна выходят на северную сторону, либо вы живете в регионе, где не очень солнечно, то вряд ли зимой эустома это будет хорошо себя чувствовать. Все-таки в любое время года эустоме самое главное для ее хорошего развития и цветения это тепло и достаточное количество солнечных лучей. Также вечером я буду сеять эустому высокорусло это Мэйдж Роуз Рим. Вообще вот эта вся серия Мэйдж мне очень очень нравится. Обильное, невероятно обильное цветение и очень крупные соцветия. Мэйдж Роуз Рим. Да, и вот эта вот эустома она как-то не очень привлекательно смотрится на картинке, на пакетике. На самом деле очень симпатичная нежная эустома и очень мне еще нравится из этой серии из Мэйдж белая. Она просто ну изумительная, прям как шелковые лепестки. И также я сегодня посею голубая кайма махровая. Это эустома 75-100 сантиметров. АБЦ это считается раннее раннего цветения эустома. Ну что приступим. Эти два пакетика я убираю до вечера. Таблеточки у нас разбухли, я их подписала контейнера и я сейчас разрежу эти таблетки пополам, потому что эустоме не нужны такие высокие таблеточки. Как я поступаю? Я вот так вот выравниваю таблеточку, стараюсь ее выровнять и вот этот верхний слой обязательно я сразу срезаю. Для чего? Если оставлять вот этот верхний слой не срезанным, не подровнять так скажем таблеточку, то затем когда мы будем поливать эустомку, будем добавлять удобрения, эустома любит удобрения, кальциевую селитру мы будем давать. Вот этот вот краешек, если мы его не срежем, он становится очень жесткий и грубый и ну не очень как-то мне кажется хорошо он эстетично выглядит но настолько грубый, что даже если вы будете пересаживать и удалять затем вот эту оболочку можно даже повредить растение и также я срезаю нижнюю часть вот эту нижнюю часть я тоже удаляю можно оставлять можно не удалять но мне так удобнее мне кажется легче затем пересаживать ну и плюс еще у меня зрение очень плохое и мне удобнее сразу все освободить чтобы затем при пересадке ничего не нарушить теперь с двух сторон мы таблеточку зажимаем и растригаем сеточку вот эту раньше я резала таблетку а потом кто-то из подписчиков спасибо кстати большое подсказал мне что нужно просто разрезать вот эту сеточку и таблеточка хорошо разделится вот видите как получается вот и все и таблеточка у нас разделилась сейчас я вам на блюдечке здесь покажу принцип посева кто первый раз он будет сеять так под номером два здесь у меня под номером два получилось ну пусть это будет флорида я ее с этой стороны отмаркирую подпишу вот ручку не взяла не принесла семена в гранулах так сейчас пониже опущу камеру чтобы вам было видно так делаем сразу небольшое углубление на таблеточке так вот немножко порыхлили здесь в центре можно сеять многие сеют не по одной грануле на таблетку но если со зрением проблемы лучше сеять по одной потому что затем очень сложно таким садоводом как я с плохим зрением очень сложно рассадить и как правило когда всходит на таблетке допустим два или три семечка мы посеяли и прорастают эти семена как правило одно или два семечка одно или два растения они более крепкие третий росточек может быть более слабый и как правило его задавят вот эти сильные в общем не получается у меня стопроцентного выхода когда я сею по два по три семечка на таблетку когда я сею по одному по одной гранулке на таблеточку у меня всегда стопроцентный выход нет никаких потерь так вот так вот берем мы вот они гранулки так 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 где-то мне водички надо немножко смочить помещаем эту гранулку на таблеточку вот так вот вот как это выглядит и все ничего не прижимаю никогда оболочку не разрушаю оставляю вот как легла эта гранулка так и легла и таким образом я сейчас посею все гранулки так что я делаю затем я помещаю вот эти таблеточки в контейнер и что я сделаю я добавлю в контейнер воды сейчас я покажу вам не буду я вам показывать как я все гранулы посею для того чтобы время ваше не занимать вот эту же водичку с агатом видите она такая слегка желтоватая я вот так вот добавляю в контейнер ни в коем случае чтобы на таблеточку мы не не нужно поливать на саму таблетку только в контейнер и наливаем водички так чтобы немножко таблетка совсем чуть-чуть она находилась в воде для чего я это делаю для того чтобы гранулы хорошо размокли сейчас я буду немного придерживать и показывать чтобы хорошо вот эти гранулки размокли на таблеточке и быстро взошли после того как я все посею я конечно все таблеточки тут посею на таблетке семена гранулы я закрою крышечкой и сразу же уберу на балкон балкон еще раз напоминаю на восточную сторону сегодня 11 число когда будет всходить моя иустома я обязательно вам покажу на какой день она взошла ну и так же будем в дальнейшем выращивать уже эту иустому подкармливать все будем делать вместе я все конечно обязательно буду показывать несмотря на то что у меня есть плейлист по иустоме где можно в общем-то все посмотреть но как правило я заметила что не часто люди листают эти плейлисты ищут новую информацию нужную вернее информацию у меня ничего нового нет я как выращивала ее уже несколько раз эту иустому так и продолжаю выращивать ну поэтому буду выкладывать новые ролики будем наблюдать за всхожестью семян за развитием на этом я ролик заканчиваю всем до новых встреч пока пока пока